Легальное оружие в США, которое можно купить в любом построительном магазине. Итак, всем привет! В этом видео я бы хотел вам показать легальное оружие в США, которое можно купить в любом строительном магазине. И называется оно Рамсет Кобра Плюс. Что же это за такое легальное оружие, которое можно купить и которое служит специально для контракторов? Вот, это супер пушка Кобра Плюс Рамсет. Сейчас я вам продемонстрирую, как можно ей убивать бетон. Так, мои помощники сегодня Амир и Джамиль. Погнали протестируем. Чем же стреляет данный пистолет, который специально служит для забивания вот таких вот примерно гвоздей. Пол дюйма, здесь полтора дюйма и здесь вот один дюйм. Сейчас у меня будет пример забивания 1-дюймового гвоздя в бетон. Соответственно, вот такие вот пиропатроны, которые помогают загнать этот гвоздь в тот самый бетон. Вот эта вот кассета заправляется в сам пистолет и взводится и стреляется. Здесь вот специально для того, чтобы защитить глаза, здесь специально есть очки. Специально для того, чтобы защитить глаза, поскольку может отлетать всякого рода куски арматуры, либо куски бетона. Так, у меня тут есть уже заготовленные очки. Вот так вот я одел очки и сейчас буду заправлять данный агрегат. Здесь в комплекте пришли патроны, которые сила заряда пороха, как видно, номер 5. Здесь я купил силу заряда вот четверка, здесь троечка, здесь пятерочка. Сейчас я же заправлю пиропатронами и протестирую. В прошлый раз я уже, вернее, Станислав уже тестировал на бордюре данный аппарат, но только без гвоздя. Хотя бордюр чуть не разлетелся в клочья от силы удара, то, что производит данный аппарат. Так, здесь у нас есть так называемая, вот видим, стрелочка. И мы заправляем этой стрелочкой вниз. Либо же это надо вниз, вот так вот. Давайте попробуем вот так. Да. Оно лезет вот таким вот образом. Вот, то есть я его сюда снизу. Я первый раз пользуюсь этой пушкой. Стас ее заказал на ebay. И как бы сейчас не убиться ею. Сюда я вставляю вот тут, типа дротика, гвоздь. На всякий случай я сейчас одену перчатки, чтобы мне оторвало палец, если что, вместе с перчаткой. Так, сейчас я пойду в место установки кондиционера и попробую закрепить, поскольку я там загонял эти гвоздики ужаснейшим образом. Мне не понравилось, как это не держится, практически не держится. Сейчас я это дело буду исправлять. Я здесь у себя на заднем дворике, так называемом. Здесь у меня все поросло бурьяном. Но это никого не волнует. В общем, здесь мною нашей компанией был установлен кондиционер. Здесь вот есть специальные такие крепежи в бетон. Держатся они довольно-таки лобко, я бы сказал. Откручу я здесь это старое изобразие, которое практически не держится. Хочу я это дело убрать. Целостно для вас протестировать, как это легальное оружие стреляет. Так, я ставлю гвоздь в месте, где была уже только. Стреляет. В общем, результат превысил все ожидания. Пробило жестянку вместе. Это, конечно, да. Не то, что я ожидал. В общем, патрон под номером 5. Это под номером 5, насколько я понимаю. Пятерочка. Довольно-таки сильный. Сейчас просто на другом любом месте. Или бетон такой слабый. В общем, к ядреной матери. Рысры начал этот держатель. Так, вот ассистент принес мне патроны. В общем, отличие. Как я понял, красные это пятерка. Самые мощные. И давайте заюзаем троечку. Так, заряжаю троечкой. У нас есть еще шанс исправить ситуацию. Сами патронники. Штука, которая загоняет. Она вообще вышла. И я вот таким вот образом, опять-таки, вот торчит сам гвоздь. Опять я его направляю в сторону. В принципе, даже я могу его направить на саму жестянку. И попробую тоже пробить жестянку. Но уже в другом месте. Как бы не победить, конечно, сам блок. Внимание! Возможно, я все сломал. И опять тоже ничего не произошло. Видимо, надо полностью перезарядить. Тоже ничего не происходит. Что? Так, попробую загнать просто в чистый бетон. Опа. А здесь уже, в принципе, все получилось. Видимо, необходимо было просто тупо перезарядить. Я надеюсь, меня не убьет мой ландлорд. Все тут загналось. Все красиво, мощно. И троечки, в принципе, тоже многовато. У-у-у, взорвало! Ну, сейчас попробую загнать все-таки троечкой. Штука, конечно, страшная и мощная. Вот этого, собственно, результата я и хотел достичь. Вот таким вот красивейшим образом загнался гвоздь в то место, куда я желал. И теперь его абсолютно ничем не выдолбить. Поскольку здесь уже дырочки есть, наверное, сейчас сюда, в садону, один патрон. И перейду уже вот сюда. Так, я засаживаю еще один патрон. Нажимаю, стреляю. Прекрасный гвоздь, загнанный в эту штуку. И это у нас работает так троечка. Засаживаю патрон. Что-то здесь работает. Все хорошо. Еще раз перезаправляю. Все готово, все получилось. В общем, что я понял из этого эксперимента? Что необходимо загонять эти гвозди именно там, где отверстий нету. Иначе отверстий будет еще больше. И, соответственно, просто в саму же стянку. Вот, даже вот здесь, вот видите, появилась вот такая вот трещина на бетоне. Что говорит, что просто это капец как мощно. Пробить можно, как я понял, абсолютно. Я ее все. И вся дульная сила направлена на гвоздь. Очень круто. В общем, всем рекомендую, кто не любит сверлить в бетоне и загонять туда дюбеля. Купить вот такую вот кобру. Рамсет плюс. Это на самом деле крутая штука. Есть более дешевые версии. Стас заказал самую крутую на ebay. Я уже не помню за сколько. Долларов за сто. Сам вот этот вот пистолет. Ну и патроны я сам отдельно уже покупал. Home Depot. Ну и сами гвозди. Они идут, как я уже упоминал. Вот с таким вот дротиком. Засим я вам хочу сказать спасибо за просмотр этого видео. Если вам понравился этот инструмент, ставим лайк. Подписываемся на канал. Всем пока.